Льготы по капитальному ремонту в 2022 году Платить взносы на капитальный ремонт должны все собственники квартир, но пенсионеры могут платить меньше, чем остальные граждане. Закон позволяет снижать для них размеры взноса на 50%, а для некоторых – полностью. Условия компенсации взносов на капремонт Пенсионеру исполнилось 70 лет, ему компенсируют 50% расходов на оплату взносов по капитальному ремонту. Пенсионеру исполнилось 80 лет, расходы на капитальный ремонт компенсируют полностью. Квартира находится в собственности пенсионера. Пенсионер сам проживает в этой квартире и платит за нее взносы на капитальный ремонт. Выполняется одно из условий, пенсионер живет один и не работает, пенсионер живет с другими родственниками, все они не работают по причине пенсионного возраста или инвалидности первой, второй группы. Льгота по капитальному ремонту – это компенсация расходов. Сначала пенсионер должен оплатить взнос на капитальный ремонт в полном размере, а потом орган социальной защиты или другой уполномоченный орган вернет ему эти деньги. Автоматически эта льгота не применяется, ее предоставят только после подачи заявления. Льгота на капремонт вводится региональным законом, поэтому она может действовать в одних регионах и отсутствовать в других. Жилищный кодекс определяет, как снижать размеры платы за капремонт для пенсионеров, а субъекты Российской Федерации решают, стоит ли им вводить такую меру поддержки для пожилых людей. Узнать о льготах в вашем субъекте Российской Федерации можно у регионального оператора капитального ремонта или в Министерстве субъекта Российской Федерации, которое занимается вопросами социальной поддержки. Если они введены, можно получить компенсацию. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, ставьте лайки. Следите за новостями на нашем сайте города особенных людей.